Всем привет! Готовим сегодня быстрый пирог! Репчатый лук нарезаем кубиком. Свежий морковь натираем на крупной терке. Все ингредиенты я указала как под видео, так и в конце. Грибы промываем под проточной водой. Я их не чищу, так как они молодые. И нарезаем произвольно, не очень крупно. Грибы немного уменьшатся в процессе приготовления. Остается небольшими кусочками нарезать куриную грудку. Разогреваем немного растительного масла. Обжариваем лук до золотистого цвета. А рядом морковь до мягкости. Теперь добавляем мясо. Немного обжарим. Не забываем посолить. И поперчить по вкусу. Как только грудка побелела, добавляем грибы. Перемешиваем. Буквально через несколько минут они пустят сок. Все вместе обжариваем около пяти минут. Чтобы большая часть сока испарилась. Но не вся. И все, начинка готова. Перекладываем ее. И даем остыть до теплого состояния. Тем временем, разбиваем в миску 3 яйца. Добавляем 200 грамм сметаны. Жирность этой сметаны 20%. Можно использовать и 15%. Сюда же добавляем немного жирных сливок. Если сливок нет, используйте жирное молоко. Немного посолим. Заболтаем тщательно венчиком. Заливка для пирога готова. Из пергамента вырезаем круг. Разрезаем несколько раз. Как бы получается такой цветочек. До дна формы, до диаметра. У меня диаметр 24 см. Разъемную форму полностью закрываем внутри. Вместо теста мы будем использовать готовый лаваш. Понадобится 3 вот такого размера листа. Начинку также делим примерно на 3 части. Аккуратно раскладываем. И быстренько заворачиваем, пока лаваш у вас не размок. Очень тукой сворачивать не нужно. Укладываем получившийся рулет в форму. Также быстро распределяем начинку на второй. И сворачиваем. Таким образом заполняем всю форму. Если где-то лаваш у вас вдруг порвется, ничего страшного. Этого не будет заметно. Остался последний. Также быстренько распределяем. Сворачиваем. И вот таким вот образом полностью заполняем форму. Если же вы закрываете только дно формы, то сок из пирога может вытекать. Поэтому лучше сверху разъемную форму закрывать фольгой. Осталось равномерно залить пирог. Выпекаем пирог в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Небольшой кусочек я беру сулугуни. Натираем на мелкой терке. За 5 минут до готовности пирога посыпаем его сыром. Пирог полностью готов. Сверху появилась румяная корочка. Какой он сочный и при этом с хрустящей корочкой. Аппетитно, вкусно. Готовьте с удовольствием. Не забывайте подписываться на канал. Оставляйте комментарии. На этом сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok